Как заменить тормозные колодки на дисковых тормозах велосипеда? Буду менять тормозные колодки дисковых тормозов этого велосипеда на новые. Снимаю колесо с велосипеда. Вот они новые тормозные колодки для дисковых тормозов этого велосипеда. Это самый распространенный типоразмер тормозных колодок B01S. Комплект на одно колесо состоит из двух колодок, рамки и шпильки для фиксации колодок с рамкой в тормозе. Размеры этих колодок составляют 30,5 мм по ширине и 35 мм по полной высоте и имеют толщину в 4 мм. Чтобы вытащить старые колодки из тормоза, я выпрямляю зажимную шпильку, вытаскиваю ее, а затем уже спокойно вынимаю старые колодки из тормоза. Новые колодки собираю следующим образом. Беру первую колодку, устанавливаю на нее рамку и сверху на рамку устанавливаю вторую колодку. В таком виде все это устанавливается в тормоз велосипеда и фиксируется в нем с помощью шпильки, один конец которой загибается с помощью плоскогубца. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь мне нужно настроить этот тормоз с новыми колодками под тормозной диск колеса. Если посмотреть с этой стороны, то видно насколько сильно уменьшилась щель между новыми колодками и тормозной ротор в нее не пролезет. Откручиваю винт, который фиксирует регулятор положения неподвижной колодки. Для этого использую шестигранный ключ номер 2. Теперь с помощью шестигранного ключа номер 5 я могу крутить регулятор положения колодки. Вот видно, как отходит колодка во время выкручивания регулятора. Чтобы отодвинуть тормозную колодку с другой стороны, мне нужно просто ослабить тросик. И вот насколько сильно раздвинулись новые тормозные колодки на дисковом тормозе велосипеда. Теперь ротор спокойно сможет пройти между ними. Подготовительные работы закончены и для дальнейшей настройки дискового тормоза мне нужно установить колесо обратно на свое место. Сперва настраиваю неподвижную тормозную колодку. Кручу регулятор положения колодки и нахожу такой вариант, когда расстояние между колодкой и ротором станет составлять около 1 мм и при вращении колеса тормозной диск не будет задевать за колодку. Затем закрепляю регулятор колодки в этом положении с помощью фиксирующего винтика, вкручивая его. Вторую колодку на калипере настраиваю с помощью натяжения тросика. Мне нужно натянуть и зафиксировать тросик так, чтобы получить как и с обратной стороны расстояние между колодкой и тормозным диском около 1 мм. Окончательно настройку я произвожу с помощью специального подстроечного винта. Попускаю контрирующую шайбу и начинаю настраивать. Если подстроечный винт вкручивать, то колодка будет отодвигаться от диска, а если его выкручивать, то соответственно колодка начнет приближаться к ротору. После окончания настройки проверяю работу тормоза и смотрю за тем, чтобы при вращении колеса ротор не задевал колодку. Затягиваю плоскогубцами контрогайку на подстроечном винте для фиксации ОНО в нужном мне положении. Все готово. Колодки на дисковом тормозе велосипеда заменены на новые и тормоз на колесе настроен под новые колодки. Аналогичным образом меняются колодки и на втором колесе велосипед.